МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ Но теперь возьмем на себя смелость утверждать, что это не так. И побываем в Доме радио в Черкесске, чтобы понять, как живет коллектив специалистов, обеспечивающих радиовещание в структуре государственной телерадиовещательной компании «Карачаево-Черкесия», какие решают задачи и каким перспективам стремиться. И оказалось, что 2017 год завершается событием, которое в значительной степени развивает радиокомплекс нашей республики. Радиовещательный комплекс «Дома радио» нашей ГТРК «Карачаево-Черкесии» подлежал полной модернизации в цифровом формате. Было поставлено новое оборудование, прошли обучение сотрудники «Дома радио», обучились. И сейчас это вещание проходит тестовый режим. Запуск ФМ-передатчика «Радио России» прошел в ходе реализации совместного проекта ВГТРК и РТПЦ нашей республики по переводу сети радиовещаний из УКВ в ФМ-диапазон на частоте 91,2 МГц. Это позволило расширить аудиторию наших радиослушателей, и также появилась доступность слушать нашу радиостанцию «Радио России» и настроить на любом автомобильном радиоприемнике. Слушайте радиопередачи национальные и тематические, как и на русском, так и на национальных языках, на нашей радиостанции «Радио России» нашей ГТРК «Карачаево-Черкесии». Что еще хорошо нашей радиостанции, выход в ФМ-диапазон расширила нашу аудиторию. Теперь, например, наши утренние программы можно слушать по пути из Черкеска в Ставрополь вплоть до села Кочубеевского. Многие наши жители утром ездят по делам или на работу в Ставрополь либо Пятигорск, и наш передатчик настолько мощный, что вот эти 100 километров покрываются полностью нашим эфиром, и утренние наши программы можно спокойно слушать. Технические новшества тогда хороши и эффективны, когда к ним готовы те, кто работает на новом оборудовании. Реально применяя достижения технической модернизации для решения творческих задач. Оснащение малоречевой студии Дома радио значительно переменилось. Студийный павильон теперь выглядит современно и даже, можно сказать, нарядно. На этой площадке происходят дискуссионные баталии в рамках предвыборной агитации, беседы за кругом столом. Есть и другие творческие замыслы, связанные с тематическими перспективами, но об этом позже. А пока о том, над чем работают журналисты Дома радио. Почему остаются верны такому средству массовой информации, как радиовещание? Для Умара Тикеева, когда он учился на факультете журналистики Карачаево-Черкесского государственного университета, выбора практически не было. Радио или другой вариант – газета или, скажем, телевидение. Конечно, радио. Я не жалею об этом. Сегодня я думаю, что радио – это мой второй дом. Мы больше времени проводим на работе, нежели мы дома проводим с родственниками, с друзьями. Это действительно Дом радио стал для нас родным, для меня в частности. Я помню, как родители очень часто слушали радио. Тогда эти были белые приемники, которые все прекрасно помнят, и розетки, которые до сих пор, мне кажется, в некоторых старых домах, советских домах, они сохранились. Я помню, как родители слушали радио, именно Карачаевскую редакцию. Не помню, на русском языке слушали или нет, это уже, мне кажется, и не вспомнить. Но я помню точно, как выступали дикторы на карачаевском языке. Они рассказывали о том, что происходит в республике, в стране и так далее. Вот это такое воспоминание, я думаю, что оно, может, тоже наложило свой отпечаток. А если говорить о том, что раньше от радиожурналистов люди узнавали какие-то важные события, о том, что произошло в мире, в стране, в нашем родном регионе, в крае в то время. Я свою дипломную работу писал о развитии радиовещания в Карачаево-Черкесии. И вот можно сказать, что основная цель моей дипломной работы была рассказать о радио Карачаево-Черкесии. Я помню, когда я записывал ветеранов радио, можно даже сказать о Джилимбе Суфовиче Аджиеве, который долгие годы возглавлял организацию эту, он очень много говорил о том, как люди относились к радио. И вот эти все воспоминания ветеранов, они отражены в моей дипломной работе. Я думаю, что люди, и я сам понимаю, насколько велик был тогда потенциал, и как важно было тогда работать на радио. Я думаю, что и сегодня это не менее важная работа, но с учетом изменений нужно тоже меняться, создавать что-то новое, нужно идти в ногу со временем. Если обратиться к недавнему прошлому радиовещанию, следует отметить, что большим испытанием для него стал повсеместный во всех регионах отказ от проводного радиовещания. Это произошло в 90-е годы. Альтернатива предлагалась жесткая. Проводного вещания не будет. Если вам интересно радио, покупайте соответствующие радиоприемники. И ряды радиослушателей тогда значительно поредены. Как только у нас перестало существовать кабельное радио, то есть мы потеряли определенную часть радиослушателей. Сегодня, благодаря и директору нашей компании, и техническим службам, которые нам помогали в этом вопросе, мы сегодня имеем свою новую частоту. 91,2 – это новая волна, она существенно выше, чем раньше это было. Раньше мы вещали в ультракоротком диапазоне, это было 72 и 110 МГц. Но, согласитесь, сегодня не на каждом приемнике можно поймать эту волну. А люди сегодня на этой волне могут нас слушать и в машине, и в приемнике, и где угодно. То есть это уже существенно увеличивает наши шансы вернуть ту былую часть аудитории, которая раньше была с нами. Говорят, что радио обладает магией, если иметь в виду его способность определенным образом воздействовать на слушателей. Но эта магия срабатывает только в тех случаях, когда журналисты готовят в эфир интересные материалы, волнующие радиослушатели, способные вызвать аудиторию на диалог. К категории «Хорошая публицистика» относятся многие передачи радиожурналистов ГТРК «Карачаева-Черкесия». Минувший, уже можно так сказать, год был полон яркими и интересными событиями, как для журналиста, для человека. В общем, самая такая яркая, одна из ярких, наверное, моих встреч, это были дети из дома-интерната «Забота», который находится в поселке Московский. Эти дети меня каждый раз поражают своей любовью к жизни, своим стремлением показать, что они такие же обычные люди, пускай у них есть дефекты в здоровье. Но каждый раз своей любовью и стремлением быть лучше. Ребята показывают, что нужно и нам стремиться, и нам незачем просто-напросто жалеть самих себя. Дети, которым говорили, что они никогда не будут ходить, сегодня они танцуют бальный танец или лесгинку. Человек, которому, мальчик, которому говорю, что он не будет разговаривать, он прекрасно поет. То есть эти дети воодушевили меня и вдохновили меня на то, что нужно верить в самое хорошее, настоящее. Также были очень интересные простые люди, известный конезаводчик Урусов, был такой Клачгири, который рассказал настолько интересно о новых породах лошадей, о старых породах лошадей. Вообще рассказал о этом прекрасном виде животных. Маленькая девочка Есмина, которая своим большим сердцем, большой любовью просто-напросто помогает людям жить заново. Она приободряет их, она молится за них, она выкладывает свои сообщения и призывы в Инстаграм и говорит о том, что все будет хорошо, хотя ребенку всего лишь 7 лет. Ну и так, в принципе, общаясь с простыми людьми, со своими респондентами, для меня каждый, каждый особенный. Я не могу кого-то именно выделить, кроме вот этих вот детей, каждый респондент для меня – это особая личность. Утверждение о том, что у радиовещания уменьшается число слушателей, в наше время уже не срабатывает. Например, руководитель Карачаевского отдела Республиканского радио Салима Кваркмазова нередко получает письма от радиослушателей. И это в наше время, когда казалось уже, что никто никому не пишет. Аудитория Карачаевского отдела особенно активно проявила себя, когда прошла информация об утверждении новой сетки вещания. И на радио, и в газету «Карачай» стали поступать телефонные звонки. Что за сетка такая? В какое время мы сможем послушать передачи на карачаевском языке? Значит, есть что послушать в радиоэфире карачаевским радиослушателям. Есть чем дорожить. Какие темы нашли свое отражение в эфире Карачаевского отдела? Как известно, уходящий год ознаменовался 60-летним возвращением моего народа на свою историческую родину. И, естественно, мы готовили множество программ на эту тему. Это и репортажи с мероприятий, это и зарисовки, очерки о людях, чье детство прошло на чужбине. Вы знаете, хотя вот эта радость возвращения чувствуется в людях, оно переплетается с горестью отчуждения, и каждый, кто рассказывал свою судьбу, он обязательно касался вот этих трагических периодов своей судьбы. И мы еще тесно сотрудничали с детьми. В этом году очень много было сочинений. Такие сочинения были у детишек республики, и такие стихи они писали на эту тему. Мы это все передавали по радио, столько отзывов. Даже мы по просьбе радиослушателей повторили постановку, подготовленную Садовской средней школой под руководством Антонины Магомедовны. Они настолько искренне, правдиво, эмоционально рассказывали вот эту трагическую историю, просто радиослушатели плакали, звонили. Это действительно, раз дети так рассказывают, даже дети так рассказывают, эта тема, тема депортации — это вечная боль моего народа. Тема возвращения, возрождения — это, конечно же, вечная радость народа. И мы должны об этом помнить и впредь, конечно же, освещать эту тему. Конечно же, кто, если не мы, будут готовить радиопрограммы о проблемах родного языка, о изучении, о знании родного языка, о традициях, об обычаях, о культуре, об истории своего народа. Также мы наладили связь с балкарской редакцией радио, мы постоянно обмениваемся передачами. Ну, так как мы вещаем каждый день, кроме выходных, это получается за год 300 передач почти. Не менее значительным и насыщенным было радиовещание черкесского, нагайского и абазинского отделов в минувшем году. Да, действительно, в этом году было много интересных, хороших передач у нас на радио на черкесском языке, которые прозвучали. Но перечислять не будем, а просто я назову одну. В этом году мы отмечали 25-летие с одной образованием нашей республики и 95-летие со дня создания Карачао-Черкесской автономной области. В связи с этим мы сделали очень хорошую передачу про революционера, общественного и государственного деятеля Кутякулова Даута Наршевича. Мы выехали в Беслине и со старожилами, с работниками школьного музея записали, я думаю, очень хорошую программу. Была еще одна очень хорошая передача про женщину, которая исполнилась в этом году 100 лет. Это Баташева из аула Зиюка. Мне самому интересно делать радиоочерки про старожилов, про общественных деятелей. В каждом ауле есть такие люди, которые знают о своих соплеменниках, о жителе данного аула. Назовите ваши самые интересные материалы этого года. У нас есть знаменитые писатели, детские писатели, стихотворения, допустим, или сказки. Я озвучивал их и постарался некоторые моменты персонажей озвучивать уже как в мультфильмах с разными голосами. Эта передача, мне кажется, тоже были хорошие отзывы на эти передачи. Наверное, дети с большим удовольствием слушают. В основном в детском саду заведующие позвонили мне, неоднократно сказали, что дети внимательно, хорошо там и все слушали, им понравились, они как бы сами участвовали в этих персонажах. Я взял интервью у этих композиторов, наших писателей. Вот мне понравился, ну, у нас молодой поэт Асан Найманов. Любят его читатели? Ну, интересные передачи, это стихотворение, в чем им заключается. Читается очень легко, вот, запоминается легко. И самое главное, суть. Он сразу раскрывает в первых словах. Вот уже 27 лет выходит в эфир радиопрограмма «Наш очаг». Ну, 27 лет тому назад мы, я имел счастье вместе с своими старшими товарищами начать эту радиопрограмму. И счастлив, что хватило умения и терпения, и здоровья, можно сказать, что вот до сих пор эта радиопрограмма живет и здравствует. Ну, 27 лет, согласитесь, это немалый срок для журналистики. Но для истории может быть и мизер какой-то. А вот для нас, для Карачаева-Черкесии, для радио Карачаева-Черкесии, это какой-то весомый отрезок. Ну, он наполнен, конечно, делами журналистскими, встречами с замечательными людьми Карачаева-Черкесии, воспоминаниями и так далее. Я счастлив, что и в этом году 52 выпуска этой радиопрограммы прозвучат в эфире. Ну, большая часть уже прозвучала, но остались две или три передачи. Ну, радиопрограмма, судя по названию, «Наш очаг» – это о жизни родного народа, о жизни Карачаева-Черкесии, о замечательных людях нашей республики. Эти радиопередачи в конечном итоге в виде отдельных книг увидели свет. Одной из таких книг, недавно изданных, Александр Аджибеков подарил человеку, рядом с которым проработал много лет, Абдул-Хамеду Тукову. Абдул-Хамед Бадрович в этот день отмечал свой юбилейный день рождения. Его поздравляли подружески, от души, как и принято в коллективе радио. Пришли выразить признательность замечательному специалисту Тукову, заместителе директора ГТРК Карачаева-Черкесия Евгений Гладунин и Ашемес Пхешхов. Ценность таких специалистов, как Абдул-Хамед Туков, состоит в том, что их профессионализм в техническом обеспечении радиовещания достойно подкреплен самоотверженностью и любовью к делу. В коллективе радио умеют ценить эти качества. Поздравляю, как умеют. Пусть года на вороных скачут, нынче не до них. Нам и 70 коней не испортят юбилей. Имениннику почет, и за внешний вид зачет, и отлично за настрой, боевой и деловой, ну и лайк еще за смех. Юбилярно лучше всех! В этот день, когда собрались вместе, пусть всего на несколько минут, чтобы вновь вернуться в аппаратные и к редакторским компьютерам, вспомнился человек, который немало сделал для создания творческой и дружеской атмосферы в коллективе радио. В минувшем году ушел от нас Миша Накохов. И это утрата, с которой до сих пор не могут смириться его коллеги. Лично для меня он был не только мой руководитель, он был больше, чем мой руководитель, он был наш отец. Человек, который своим большим сердцем нас всех согревал. И даже сейчас, заходя вот сюда, в новый кабинет, все равно мы чувствуем, что он здесь, он с нами. Нам его очень не хватает. И лично я каждый раз, когда пишу тот или иной материал о чем-то, что очень сильно, о чем очень сильно переживал Михаил Махмудович. Всегда какой-то материал о терроризме, экстремизме или просто даже о человеке. Я всегда думаю о том, а как бы Махмудович отреагировал? Как бы Миша? А что бы Миша сказал на это? Нет, надо вот, вот Миша бы похвалил. И для нас сейчас всегда, когда мы говорим о чем-то, мы говорим, а Миша бы вот так сделал. То есть этот человек, он, его никак нельзя вычеркнуть, вырвать из нашего сердца. И вы знаете, до сих пор каждый раз думаешь, что сейчас откроются двери, и этот человек со своим смехом, радостью зайдет и скажет, ну что, козочки, все ли у нас хорошо? Одно из основных требований, которые Накохов адресовал коллегам, принципиально оценивать то, что уже удалось сделать, и обязательно обновлять тематическое содержание программ и формы подачи материала в эфире. Этот принцип объективного анализа действует и сейчас. Какие недостатки вот вы сейчас видите в вещании, что нужно преодолевать, может быть, журналистам радио в современных условиях? На мой взгляд, радио, конечно, оно должно быть немного модернизировано. Мы привыкли работать по тому старому шаблону, которому нас научили. определенно это вот старая история радио, которая традиционная, да, традиционная, спасибо, традиционная, голос, интонация и так далее. Сейчас, конечно же, все меняется, и нам самим нужно научиться меняться, немного изменять наши программы, немного изменять подачу нашего материала. Когда мы привыкли писать об этом глубоко, фундаментально, как нас учили, то сейчас, мне кажется, нужно добавить немного легкости и моментов, чтобы сам наш слушатель мог задуматься над нашими материалами, задуматься над тем, что говорит наш эспондент, оставлять им возможность для этого. Хотелось бы, чтобы вы рассказали о тех изменениях, которые происходят. В частности, мы с вами в речевой студии, и я помню, что прежде она выглядела не так. Что теперь? Я с вами согласен, да, студия существенно обновилась, помимо новых стоек, столов, микрофонов, у нас появился баннер наконец-то. Это очень важно, потому что со временем здесь планируется проводить прямые эфиры, и в том числе и в интернете. То есть, мы еще думаем над этим, но в любом случае эта работа будет выполнена, и мы, я думаю, что покажем это все. И, может быть, появится возможность это все и на сайте разместить, и в других социальных сетях. Я думаю, что это будет интересно. Что касается, помимо студии, мы сейчас обновляем и Ньюсрум, мы устанавливаем новое оборудование, которое нам привезли, по-моему, это из Санкт-Петербурга, оборудование, по крайней мере, технически обслуживает это оборудование в Санкт-Петербурге. Я думаю, что когда мы установим оборудование в полной мере, сейчас как раз ведется монтаж этого оборудования, я думаю, что и удобно работать будет и журналисту, и техническим сотрудникам, потому что, прежде всего, это все сделано для того, чтобы облегчить задачу радиожурналиста, чтобы он смог спокойно смонтировать свою передачу, подрезать где-то голосочек, нужно песню подобрать, эта программа поможет подобрать песню. И там уйма разных, как говорит сегодня молодежь, фишек. К примеру, можно даже подобрать по хронометражу трек, который тебе нужен, а уже из готовых выбрать тот, который больше всего подходит. Хочу передачи сделать поинтереснее еще. Хочу, допустим, приглашать людей в студию уже на прямой эфир. Я думаю, что будут звонки, конкретные примеры уже, допустим, буду приглашать с военных комиссариатов, детских педиатров, учителей с участием на прямой эфир. Я думаю, что передача будет интересная. В будущем году, я так думаю, что обязательно у нас на радио будут изменения и в хорошем плане. Это касается не только черкесского дела и других, поэтому мы, наверное, поменяем наши музыкальные заставки. Я хочу, чтобы мы уделили больше внимания молодежным передачам и больше их привлекали, чтобы они приходили к нам. Например, в Хабезе есть класс журналистов, которые и к нам приезжали, мы общались, и они хотят, чтобы мы больше сотрудничали. Какие планы вы намечаете на предстоящий 2018 год и какие темы войдут в ваш тематический план? Так много сейчас низкопробных передач, которые пропагандируют и насилие, и жестокость, и легкомыслие, скажем откровенно. И вот в океане таких программ наша задача оставаться оазисом нравственности. То есть, это не значит, что мы консервативно относимся к передачам, но мы должны помнить, почему ценятся востребованы всегда вот эти старинные фильмы, потому что в них ценности бесценные, и мы работаем по этому принципу. мы планируем работать в прямом эфире, мы готовы к этому. А в чем преимущество и очарование такой формы работы в эфире? Лично мое мнение, кажется, это ощущение здесь и сейчас. Как вы представляете будущее информационного вещания радио? Вы знаете, я представляю его очень динамичным, очень интересным, более позитивным, наверное, и хотелось бы, чтобы действительно новые внесения, новшества, те, которые придут к нам сейчас на радио, они ничем не смогли испортить то старое и заведенное, которое было у нас здесь, те старые нормы, правила вещания именно радио российского, республиканского, но с новой нотой, с новым вением, с новым дыханием, чтобы это все происходило. То есть я думаю, что мы будем, конечно же, меняться, нам, мы сами признаемся, что нам это, конечно, немножко тяжело и непривычно, потому что меняется формат, мы идем в ногу со временем, 21 век, как говорится, уже 22 практически, но что-то, наверное, будет интересное и новое. Про 22 век мы, наверное, немного погорячились, но все равно приятно, что молодые профессионалы пытаются рассмотреть отдаленные перспективы тематического планирования. Новое поколение, у него даже и термины другие, поэтому не удивляйтесь, когда услышите, что выпущенную в эфир передачу молодой журналист называет продукт. Так сейчас принято на вполне официальном уровне. Главное достоинство нашего Радио Россия то, что оно вещает на национальных языках Карачаева Черкесии. Это уникальный наш продукт. Поэтому мы сейчас будем менять сетку вещания, чтобы каждая аудитория в свое время могла слушать. Мы будем делать программы в прямом эфире, такие как горячая линия у нас на телеканале Россия 1, она будет выходить и на Радио Россия в удобное для слушателей время, чтобы они могли звонить, задавать вопросы. В тематическом плане у нас будут рубрики касаемо пропаганды языков и культур народов Карачаева Черкесии. Например, мы будем вводить рубрику «Черкесский, абазинский, нагайский, карачевский язык за минуту», когда будет ситуация создаваться и озвучиваться та или иная тема, чтобы люди каждый день изучали новые слова. Потом мы будем вводить рубрику «Этот день в историю», когда мы о известных личностях Карачаева Черкесии, об известных исторических событиях за короткое время могли рассказать, потому что сейчас время очень динамичное и получасовые программы слушать у людей нет времени. И за короткое время по современным технологиям мы это будем все вмещать. Инструменты специалистов современного радио это компьютеры, но эта аппаратная выполняет особую миссию. Здесь перегоняют в цифровой формат эфирный архив, собранный за несколько десятилетий существования радио. Поэтому здесь еще крутятся бобины с бешеной скоростью. Так сохраняют уникальное достояние народов нашей республики, чтобы многие поколения людей могли познакомиться с народным искусством, изучать историю региона по лучшим радиопередачам прежних лет. Это уважение к достижениям прошлого читается во многих приметах работы радио. Но, несомненно, и другое. Журналисты государственного радиокомплекса Карачаева Черкесии, хранители литературного языка народов республики готовы к тем переменам, которых требует жизнь, чтобы достойно в честной творческой конкуренции бороться за расширение аудитории радиослушателей. А ведь совсем недавно шли досужие разговоры о том, что радио устарело. Так ли это? Радио не устарело. Оно, наоборот, динамично развивается. Радио очень перспективно, потому что мы можем в любое время вещать, показывать человеку и рассказывать, что произошло в республике и любые цели, задачи выполнять. Сегодня в редакции «Разу» работает команда хорошо образованных и опытных журналистов и инженерно-технических работников. Многие из них находятся в том счастливом возрасте, когда уже есть немалый профессиональный опыт, а молодые силы ничуть не иссякли. Да, меняться, обновляться, перестраиваться всегда сложновато, но у молодых профессионалов обычно отличает гибкость мышления, вера в свои творческие возможности, и потому удивительная магия радио и любовь зрителей навсегда останутся спутниками их успешной профессиональной карьеры.